Доброй ночи всем! Сегодня этот регул стоял долго. Это был первый регул на несколько часов. Восточный Новый год. Я даже поставила денежный символ. И посмотрим, что нам принесут. Надеюсь, этот цвет останется на год у нас. Не так далеко было. Я даже денежный символ взяла. У нее глазки такие зелененькие, ожившие. Лягушка хитро поглядывает. Я вам обязательно покажу, что у нее внутри. Видите, новые монетки держат. Посмотрим, что нам принес регул. Обращаться буду к богам богатства. К любым, которые придут. В общем-то, я не знаю, кто придет, но какой вариант. Но посмотрим, что нам принес регул. Делаю как раз, когда он заканчивается. Потому что в начале я сколько раз пыталась, что он принесет ни по харару, ни в середине, ни в начале ничего не получается. А вот после очень даже. И смотрим, что он нам принес. Загадывайте варианты. Камера не зеркаль, потому что взять все четыре. В разных сферах. Я уже говорила, регул традиционно приносит престиж. Юность. Броску внешность. Связи. Очень хорошие. Покровительство. Деньги. Вплоть до большого бизнеса. И карьер. У него, конечно, еще очень много есть чего. Некоторые просто престиж. Но престиж по регулу понимает каждый по-своему. Я уже говорю, некоторые считают жить в центре. Вот это верх престижа. Ложат на это жизнь. Мне это непонятно. Но очевидно, как это не все можно понять умом. Так что можете выбрать по разным сферам принесет ли это. И, конечно, выживаемость регул приносит. Так что выбираем варианты. Вы можете загадывать на своих знакомых, родственников. И просить подсказку. И еще регул. Знаете, чем он особенный и хорош? Он очень хорошо анализирует ту или другую ситуацию. Это ловушка или нет. Ну, нормальный регул в положительном смысле. Так что выбираем. Вариант ставьте на паузу, начиная с первого. У нас первый вариант. Мир перевернутый. Карта высших сил перевернутая. Она тут очень красивая с единорогом. Восьмерка кубков. Под ним четверка жазов. Двойка мечей и маг. То есть у нас с миром начинается. Перевернутый. И четверка жазов кончается. В общем, тут хорошая четверка жазов с драконами. Ну, посмотрим, кто откликнулся. Откликнулся на Будда. Причем именно... Спасибо, что откликнулись. Он не мог не откликнуться на свой символ. И я, в общем-то, надеялась на Богов Востока, что они не откажутся. Еще очень недалеко Восточный Новый Год. В общем-то, еще можно... Даже мы вкладываемся в ритуале. Спасибо. Когда-то я ходила на его храм. А потом, через много лет, мы говорили. Уже не в храме. Это все так странно. Я даже не могу передать. Как это все странно. В жизни складывается. Когда за дверью другой мир. И даже не за дверью, оказывается, ты живешь. Я всегда считала, что другой мир – это дальше. Когда заглядывала за дверцом в другие миры. Оказывается, другой мир вообще рядом. Внутри нашего. Я уж не говорю, что есть параллельные миры. И очень многие в них бывали. Самые обычные люди проваливаются. В общем-то, к чему я это все говорю, что... Вот смотрите на карту мира. А здесь перевернутая. Вы поймете, что вы тоже заглядываете в параллельный мир и в будущее. Вплоть до того, что некоторые могут реально провалиться в другой мир. Но ничего страшного с вами это не произойдет. Вот вы просто познаете, что мир немножко больше. И мир, он не примитивный. И в ваше время, это счастливая звезда, заглянуть для магов в тайны магии. Тут перевернутый маг, это неплохо. А это наоборот хорошо. Это... Он уже как жрица перевернутая. Он очень много знает и умеет. И смотрите, у мага крылья и у грифона. У мага бабочки. Это не простые и не случайные символы. Они сочетаются. И в то же время, что... Девушка мир, которая стоит рядом с грифоном, она в капюшоне. Такой некий монашеский образ. То, что как бы невидимый, это очень связано будет как-то с религией и с верой, с магией. То есть это божественная магия. Магам откроется. Другим вы тоже познаете, что есть другие миры. Что за смертью есть грань, за которой ничего не кончается, а только начинается. И что этот ваш дом, это временное пристанище. Это ничего не говорится, что вы умрете. Нет. Это не связано с вашей жизнью. Но вы поймете, что за смертью это ничего не кончается. Это начало. Это всего лишь переход. Видите, как здесь луна единая рука. Он отражается. Он всего лишь готов перейти в другой мир. Это переход. Вот. И вы это поймете и узнаете. И поймете, что то, что у вас было, то, что вы знали. Вот. Мир рассечет вас, как два клинка. Это не ссора. Здесь двойка мечей. Это не ссора с вашими близкими и не уход из дома. Вы поймете, что мир гораздо сложнее. И ваша жизнь поделится на жизнь до и жизнь после. И это произойдет быстрее, чем вы предполагаете. Это произойдет быстро. Но это не мгновенно. Такие вещи не осознаются мгновенно. Вы поймете, что мир силы, он гораздо ближе. И что атеизм вам никогда не ответит на очень много вопросов. Еще раз повторяю, это не значит, что к вам смерть придет. Нет. Это всего лишь понятие, что этот переход почти ничто. Скорее, это стресс. Это стресс, да, но это переход в другой дом, в другую жизнь. И как вы живете здесь, и что вы заслужили, то вы получите и там. И вы поймете, что материальное вы не унесете. Вам не нужно 10 яхт, вам не нужно 10 вилл. И те, кто награбил, вы спрашиваете о справедливости. И почему одни живут очень богато, а другие очень бедные. Вы не знаете, чем они заплатят. И дай бог вам это не узнать, им будет очень плохо. И очень скоро эти люди будут искать. Как отплатиться, откупиться от такой жизни. Да. И смотрите, миром началось и миром закончится. Ваша смерть, вот такая, которая должна была быть, и тяжелые страдания, они обойдут вас этим пониманием. Это будет стресс в сознании. И вы все эти годы, вы проживете мирно. Мир начался, миром закончился. Бедствовать вы не будете. Тут есть восьмерка и семерка пентакли, они совпадают. Бедствовать вы не будете. Без дома вы не останетесь. Может, дом вы поменяете даже. Но в нищету вы не впадете, так что не переживайте. Да, и дом у вас будет, смотрите. И один дом по четверке пентакли, и другой. И вот это и есть ваша счастливая звезда. Десятка кубков. Он вам принесет дуа. Или новую родину, или новый дом, или новую семью, свадьбу. Вот что вам принесет револ. Но это будет связано как-то с переезда. Обязательно по луне. Это то, что вам принесет материальное. Он исполнит ваше желание наконец. Оно завершится. Или дом, или любовь, или переезд. Но другой дом у вас будет при этом обязательно. Он принес Регу дом. И принес вот это осознание. Да, обязательно с переездом еще и колесница с миром. Это еще и колесница с миром. Это обязательно будет с какой-то дорогой связано. Это счастливая дорога. Это вот то, что вам принесла счастливая звезда. А еще дважды десятка кубков, это безусловно даже. Это безусловно. Это исполнение заветного желания. Самого заветного, которым вы мечтали, оно сбудется. Вот что вам принесла. Он вам принес Регу ваше заветное желание. Самое-самое. И материальная десятка пентаклей. Вы повысили свой материальный уровень. Вы мечтали о материальном уровне. Считали, что слишком большие рамки. Императрица с колесницей. За рамки вы выйдете. У вас будет другой, новый уровень. Да. И вот видите, еще одна. Это уже карта высших сил. Мир ее повторяет. Она уже прямая. Трижды мир. От окончания одной жизни и начала новой. Это был отсчет. Это была точка. Но помимо этого, вот вы поймете. Очень, что мир, он совсем другой, чем вы себе представляли. И благо вы не унесете. Эти люди благо не унесет. Вот он и ваш вопрос. Почему одним очень так хорошо у них все блага. Вот вы не знаете, чем они заплатят. И если бы вы знали, вы бы не захотели этих благ и этих удовольствий. Вы перешагнете за рамки того, что вам было предназначено в лучшую жизнь. Но это обязательно связано с таким глубоким осознанием. И мир вашим, именно по двойке мечей, как будет рассечен на части. До и после. Вот такой у нас был первый вариант. И на этом мы прощаемся. Спасибо Будда. Будда как мудрец, конечно. Ему более важно, чтобы вы заглянули за ту грань, чем наша материальная. Но тем не менее он оставил нам подарок. Видите, очень шикарные карты. И вот на этом мы прощаемся с первым вариантом. У нас второй вариант. Очень красивый, кстати, лучше первый. Девятка Пентакли. Королева Кубков. Иерофант. Иерофант. Очень красивый тут Иерофант. Пятерка Кубков. Королева Пентакли. У нас две королевы, кстати говоря. Кубков и Пентакли вместе. Привернутых. И девятка Кубков кончается. И смотрите, девятка Пентакли у нас начинается. И девятка Кубков заканчивается. Вот такие сильные девятки. Обычно знак светлых сил. И я не ошиблась. Это Ганеша отозвался. В общем-то я знала еще до того, как открывала карты. Он уже отозвался. Думаю, вы все знаете, что это индийский бог богатства и бизнеса. И он тут представлен. Карты Иерофант. Просто в прямую. Он не просто бог богатства. Он бог бизнеса еще. Что тут в прямую. Тут хороший материальный уровень. Вау. Это девятка Кубков. Это не любовь. Это всего лишь она усиливает девятку Пентакли. То, что та перевернута. И внизу пятерка Кубков. Вы испытали разочарование из-за своего материального уровня. Что у вас был упадок. Вы разочаровались своих партнеров. И если у кого-то партнеры не могли платить, очень часто у них нет денег. Смотрите очень внимательно. Если вы заключаете сделки, контракт, устраиваетесь на работу. Малейший сдвиг. У вашего клиента нет денег. Потому что тут либо Иерофант, либо королева. Это королева в бизнесе обозначает, что денег у человека нет. Он вас не закажет и не купит. Это то, что касается в бизнесе. Как вообще у вас пойдет доход. Но девятка Пентакли в любом случае вам сулит безбедную жизнь. У вас это записано. Второй Иерофант. Два Иерофанта. Это точно. Это безбедная. Но это еще не просто безбедная жизнь. Два Иерофанта. У вас жизнь очень связана с религией. И причем восьмерка. Это не просто религия. У вас были кто-то священники. Неважно какой веры. Причем даже древние веры. Это связано было еще с поклонением солнца. У вас были жрецы в роду. Потом они возможно стали священниками. Какой-либо веры. Той, которая была распространена в вашем регионе. И вам поэтому очень многое удается. Вам многое как бы сходит с рук. И многое везет за счет вот этого вашего рода. Что у вас кто-то был. Это именно духовное лицо. И это их было даже два из поколений. В поколении в вашем роду. И он за ваш род заступается. И ваш род любит. Он переживает за свой род. Не лично даже за вас. А вот он за свой род. И у вас это очень сильно. У вас религиозная нотка. Очень сильная. И она в глубине души важнее, чем материальные дела. Для магии это очень хорошо. Что тут есть плохого, что вы сосредотачиваетесь. Только в рамках одной религии вам сложно перешагнуть. Очень силен иерофант и нет других фигур. И они перевернуты. То есть присутствует некая такая догматичность. Что, естественно, не самое лучшее. Для верующего этого хорошо. И то такой избыток догматизма уже не самое лучшее даже для верующего. Но материально это вас держит. Тем не менее. У вас очень много подвязано именно на вере. Именно на религии. Это ваша судьба. Ваша фортуна. Ваше колесо фортуны вверх. У вас основа жизни. Не совсем то, что вы думаете. И исток не там. Но у вас вот в этой вере, что в вашем роду. Это даже не ваши прошлые жизни. Не ваши наработки. Это именно наработки рода. И часто вы на этом мчитесь. Как на драконе. Или на лучшем скакуне. Самом быстром. Видите, даже здесь ту спентакли с черепом и костями. Это ваш защитник вашего рода. Ваш умерший священник. Священник. Вот интересно, если он был священник, почему он не пошел дальше в жизнь. Конечно, ответил, что не все можно рассказать. Поэтому он говорит, что избыток догматизма это тоже плохо. Я так поняла, что он там поджигал изрядного имя веры. Поэтому он говорит, что догматизм это не лучше. Но для вас это основа вашего натура. И основа вашего благополучия. И это есть вот этот счастливый свет. Этот цвет регула. Он именно в вашем роду присутствует. Как у этого единорога солнца. Но это такое черное. Не характерно. Это черный конь на солнце. Не золотой, не белый, а черный. Изображен это в данном раскладе не случайно. И вот это ваше счастье, ваша удача в том, что в вашем роду горит счастливая звезда. Даже если она не проявляется у каждого отдельно. Она проявляется в роду. Она вас защищает. И говорит, чтобы вы не были такими догматиками. И напоминает, что вы тоже не унесете все в другой мир. Вы унесете свои знания. Вы унесете свои способности. Вы унесете свою силу. Свой разум. То, что вы научились. Что вы испытали. Что вы почувствовали. Что вы любили. Ваше знание. Вот это вы все заберете. Но жить вы будете достаточно благополучно. У вас уровень выше среднего и хорошо выше среднего. В любом случае. Вам идет благая весть по этим двум нейрофантам. И даже с двух сторон у вас были священники. Которые перебрали. Да. Которые перебрали. Думали, что слишком многих они отправили за веру. Мира ноль. Теперь родиться не могут. Это я уже сколько поняла от него. Что они сделали. Это секрет вашей удачи. Вашего финансового благополучия. И каждый как бы благополучный момент в мире. Льет воду на вашу мельницу удачи. На вашу мельницу удачи в вашем роду. И вам стоит подумать, что не стоит иногда быть таким догматичным. И не всегда стоит верить старинным догмам. Мир сложнее, чем старинные догмы. Но он меняется. Но жить вы будете все равно хорошо. Но главное, чтобы вы вот это поняли. Потому что у вас в роду такая беспощадность и прямолинейность. И это не всегда плюс. Вот такой у нас был второй вариант. И на этом мы прощаемся. Спасибо и не забудьте поблагодарить, что он вам сказал. Я всегда благодарю потом. Вы поблагодарите его обязательно. На этом мы прощаемся с вторым вариантом. Переходим к третьему. У нас третий вариант. Восьмой аркан справедливость перевернута. И под ним девятка мечей прямая. То есть какие-то страдания у нас есть. Восьмерка мечей перевернута. Тройка пентакли перевернута. Королева жезлов. И еще раз. Тройка только жезлов. Даже как-то лягушка задумчиво смотрит на этот ритуал. Вернее расклад. Какое-то незадумчивое лицо. Ну посмотрим, кто придет. Вот. Вот тут откликнулся и близ. Если я правильно его имя превозношу, оно не имеет значения. У меня это вечная проблема. Главное, что мы понимаем. Он говорит, что вы пережили очень много в свое время. И сейчас переживаете от законодательства, от нападок со стороны закона. А то, может быть, и общество в стране и в мире происходит. И кто-то страдает от избыточных налогов. Кто-то от таких законов. И это везде власть сейчас, правда, пережимает. И вот произойдет событие по звезде, которое для вас это оборвет. Вас это заденет меньше всего. По десятке кубков. То, что вы страдали, то, что вы переживали. Вас это оставит. Причем оставит очень внезапно. По восьмерке мечей это будет очень-очень быстро. И тут восьмерка Пентакли. Вы с восьмерки. Справедливости, юстиции, вы перейдете на восьмерку Пентакли. И дважды восьмерка мечей. Вы получите бизнес или доход. И очень-очень быстро. Это вам придет именно от Регула. Вы получите или бизнес, или доход. Десятка кубков, да. Вы обязательно получите. И очень быстро, мир. Это ваш выигрыш. Ваш выигрыш в бизнес или доход. Кому что нужно. Или, если вас ни то, ни другое вообще не интересует, это победа и успех. И вам дважды выпадает карта мир. Это завершение этого периода, когда вас тяготило в государство законы чиновники. В общем, все, что происходит в стране, у вас это закроется. С какими-то документами, с бумагами. Вечные были, скажем так, напряги. Плюс у вас еще есть возможность расширения семьи. У кого-то это кошка-собака, у кого-то родится ребенок, у кого-то будут племянники-племянницы. Но это расширение именно семьи и, может быть, рода. Это тоже довольно быстро происходит. Тут три восьмерки. Это расширение семьи. Это точно. И тут у вас два мира. Кстати, похож вариант на первый. Там тоже было два мира. Тут у нас луна. И что еще? Еще одна колесница. Две колесницы. Ну, это точно бизнес или успех. Это или карьера. Кому это интересует. Очень. Еще это, может быть, две колесницы. Это взлет карьеры. Это взлет карьеры. Или тут ничего мистического нет для вас. Никаких тайн. Отличие от предыдущих двух вариантов. Это чисто взлет карьеры. Это взлет и даже еще восьмерка пентаклей. Да, это прибавление семьи. А что вы оставите? Вы оставите туз мечей. Переживания. Да, вы оставите переживания. Этот период, когда вы переживаете, очень быстро пройдет. И еще одна восьмерка и девятка пентаклей. Это у вас пойдет обеспеченная и благополучная жизнь. Тут два мира. Это говорит, что ваша старая жизнь закончилась. Полностью закончилась. И начнется новая полоса. Под новым, может быть, даже солнцем. Тут луна и солнце. Может, вы поменяете. Или будете долго уезжать. Или ваше мировоззрение полностью поменяется. Вам будет удобно. Вам это будет удобно. Вы очень устроитесь удобно. И такое тоже вполне возможно. Как новая жизнь под новым солнцем и луной. Это может быть и связано с переездом. И просто у вас не касается то, что происходит. И вам вполне удобно. Почему вам удобно? Потому что ваша счастливая звезда загорелась. Да, дыре луны. Это смена жизни у вас. Полная смена жизни. Не пройдет и нескольких месяцев. У вас полностью будет меняться жизнь. Это старый период жизни закончился. Новый начался. И вам будет удобно. То есть, либо вы устроитесь там, где вы живете. И вам будет хорошо. Это как две полосы. Или вы вообще все поменяете. Даже страну. И вам тоже будет удобно. Но в любом случае это на улучшение вы идете. Вы идете на улучшение. Это ваш туз кубков. Да, это удобно. Это приятно. Это легко. Это хорошо. У вас очень был плохой период. Сейчас об этом можно сказать. Очень плохой период. Выходили по грани. По полной грани. И... Два солнца это подтверждают. Что это как бы... Как-то... Это напряг всех сил. Это напряг был всех сил. Все. Вы выходили по грани. Как бы... До конца этой жизни дойти. Или продолжать. Дальше эта грань заканчивается. И не важно, как у вас происходило. Куча мелких срывов. Куча мелких болезней. Куча мелких стрессов. Ну, вот этот период. Вы прошли эту грань. Вы уже практически пролетели. И дальше у вас начинается возрождение. Скажем так, вы сейчас прошли. Вот как бы... Проходите. Последнее, да. Вот по этой грани. Вот страшный суд. Это здесь, именно в прямую. Неземной суд. Как бы... Это грань. Вы прошли эту грань. И выходите в новую жизнь. Вот по... Как бы... Этот счастливый период. Свидетельствует. Вот даже два единорога. Черный и белый. Что вы с одного пересели на другого. С одного... С одной жизни на другую жизнь. Прошли. Как скажем так. Ваша точка смерти вы прошли. Благополучно. И сейчас вы начинаете жить. До этого у вас все уходило на борьбу за свою жизнь. За свое существование. У вас был действительно тяжелый период. Но это больше... Это по многим вы как по вешкам шли. Именно как по вешкам. И сейчас вот вы дошли до сухой почвы. Вы словно по болоту шли. Сейчас вы дошли до сухой почвы. И у вас... Постепенно, постепенно все будет налаживаться. Но не очень быстро. И в этом и есть вот эта счастливая звезда. Что вы дошли. Ну и сейчас пойдет наладится. По солнцу. Пойдет более радостные события. И кому-то придет бизнес, кому-то успех. Тут либо карьера, либо бизнес. Тут два варианта. Просто у кого что сработает. Более высокое положение в обществе. Это точно. Вот такой у нас третий вариант. Ну прощаемся. Спасибо. Не забудьте его поблагодарить. Я его поблагодарю тоже отдельно. У нас четвертый вариант. Не колесницы. Это мак перевернутый. Шестерка кубков перевернутая. Повешенная. Ну тут вот в самом месте. Повешенная из всех. Тройка кубков. Паш кубков. И король мечей перевернутый. Посмотрим кто нам отзовется. Аид. Бог богатства и бурых бизнеса. Владыка подземного царства. Он сказал, что вы выиграли любовь. Тут тройка кубков и паш кубков. Вы выиграли любовь быть любимым королем мечей. Людьми сильными. И вас любят сильные люди. Женщины любят очень сильные люди. Мужчины, которые смотрят этот и выбрали вариант сами. Очень сильные люди. И они женятся только по любви. И только по женщине, которая им действительно нравится. И у вас оно будет. Вы ее как-то завоюете. Вы ей сумеете понравиться. И помогу вам предстоит очень много дел совершить. Очень много. И у вас они получатся. У вас получится. Но если у вас что-то не идет, значит это аркан повешенный работает. Значит стоп. Если у вас чего-то несколько раз упорно не получается, бросайте этот вариант. Чем бы вы не занимались. Но вы выиграли любовь. Любить и быть любимым по этому варианту. И восьмерка мечей. Бизнес или исполнение желаний. То есть либо доход, либо исполнение желаний. Что для вас наиболее важно. У вас это вы быстро добьете. Это вы можете выбрать. Даже заказать и сказать. Чего для вас важнее. И практически сто процентов, что ваше желание совпадет с этим событием. То есть то, что вы загадали, это исполнится. Загадали. Для кого-то доход, для кого-то бизнес. Или вы хотите такое-то желание. Хочу. Вот. Это исполнится. Это ваш выигрыш. По этой звезде. Либо исполнение. То, что вы давно очень мечтали. Что у вас. В самых ваших глубинах. Очень хотели. Что-то для дома. Очень. Да. Вот эта звезда. Либо это ваше исполнение желаний. Тут только вы можете сами выбрать. Да. Но больше это исполнение желаний. В чем бы оно. И дважды колесница. Для кого-то бизнес. Для кого-то успех. И исполнение желаний. Вы это выиграли. И вы это получите. Вам. Но вам осталось выбрать. Что из этого. Ну. Помните. Что через повешенного. Вы. Не обойдете. Никакими усилиями. Как бы. Переиграть тут не получится. Один раз выбрав. Вы. Не можете отказаться. И сказав. Мне. Больше нравится другое. Это невозможно. Вообще. У вас. Аркан. Повешенный. Он. Присутствует. По жизни. Но. Он. Не злой. Он. Благоприятный. Это. Единственная. Карта. С. Благоприятным. Повешенным. Если. У вас. Что. То. Что. У вас. В жизни. Не. Получается. Это. Тоже. Ваша. У. Ваш. Не. Получается. Чего-то. Пробить. Это. И. Ваше. Счастье. Потому. Что. Иначе. Вы. Пробьете. Себе. Под. Катастрофу. Есть. Такие. Вещи. Где. В. Прилагать. Очень. Много. Усилий. У. См. близкого спасаем себя от катастрофы но есть вот смотрите что перекрывает ваш повешенным 13 аркан это в прямую смерть это ущерб то есть то что вы будете пытаться очень много в каком-то направлении сделать и у вас не получается значит вам перекрывают смерть или ущерб чтобы вы потом получили еще раз восьмерка мечей исполнение своего желания или бизнес и очень быстро что еще перекрывает на никогда это враждебное влияние заканчивается это повешенный тут же отступает нас наступает такой момент он переворачивается это защита такая вот специфическая защиты через повешенного очень очень редкое такое где повешенный вам служат это карта вообще она не дружелюбная ко всем но вам повешенный вас служит он даже спит с розой это некий такой на телохранитель ваш телохранитель защитник помощник ваша удача нужно так сказать которая вас защищает она не по роду и не дана никем то есть ваша суть это ваша суть это ваша сила наработанная ваше могущество и ваши чистоспособности и они же вам блокирует вот проход к неприятностям это ваша сила это ваше могущество еще спит и еще подсказывает что ваша истинная сила в жизни не проснулась тут маг стоит на фоне дракона и повешенный спит говорит что вы в жизни еще это и не проснулись ваша сила до конца не проснулись но они обязательно развернутся главное что они главное что они не украдены не они похищены не спят просто спят в этой жизни в этом теле как бы вы не можете полностью развернуться но это надо помнить что это одна лишь жизнь из цепочки очень многих расстраиваться тут тоже не надо и придет момент у вас у вас обязательно все получится и счастливая звезда это указывает но выберите что для вас наиболее важное и в целом у вас в ближайшее время получится два очень важных для вас дела они получатся несмотря ни на какую внешнюю обстановку ничего у вас это выйдет у вас получится вот ваша вторая счастливая звезда и обе лежат с миром и два желания исполнится у вас два получится важных дела и два желания вам ригу дважды исполнит ваши желания и как видите повешенный и в деньгах тоже если вы хотели денег деньги тоже и в здоровье никакой повешенный этому не мешает он это пропускает потому что это для вас благоприятность очень такой уникальный повешенный это блок это защита это защитник но работает он в таком вот ключе очень специфически мы этого должны знать это не злые происки а то вы сами как бы себе блокируете личность вы очень необычная такой у нас был четвертый вариант и мы прощаемся не забудьте сказать спасибо и поблагодарить я тоже поблагодарю его отдельно спасибо 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 спасибо